Сегодня у нас четвертый вебинар, последний в нашей программе, поэтому мы должны подвести какие-то итоги и, наверное, вывести эту самую формулу таланта и гениальности. И начнем с такой метафоры. Стало большим и могучим. То же самое касается таланта. То, что мы называем талантом, является результатом такого сложного переплетения самых различных моментов. Это и врожденные какие-то физические и нейропизиологические особенности, и личностные качества, и какие-то благоприятные возможности, среда, случайно полученные преимущества, и, конечно, правильное мышление. Про индивидуальные физические и нейрофизиологические особенности мы уже много говорили. Говорили, что сами по себе они не могут гарантировать развитие какого-то таланта. Хотя и бывают иногда совсем не лишние. И высокий рост, конечно же, помогает баскетболистам быть более результативными в игре. Прыгунам брать более высокую планку, футболистам быстрее перемещаться по полю, мощнее атаковать, быть эффективнее в обороне. Высокий IQ помогает быстрее решать какие-то небольшие задачи. Длинные пальцы музыкантам, конечно, помогают быстрее развивать технику игры на музыкальном инструменте. Низкий рост – большое преимущество в гимнастике, в балете, особенно если это вместе с хрупким таким телосложением. Но все это само по себе ничего не решает все эти особенности. Гораздо более значимым для развития таланта психологи сегодня считают наличие определенных личностных качеств, правильного мышления и наличие развивающей среды. И так мы можем вывести формулу таланта, формулу гимнальности, идеоличные качества, которые в основном – это работоспособность, уверенность, упорство, правильное мышление, выключающееся, позитивность, целенаправленность, креативность. И развивающая среда – это то, о чем мы уже говорили, семья, педагог, школа и даже то общество, в котором мы живем, в котором растет, развивается ребенок, занимается в каких-то школах, секциях. И безусловно, вот каждый из этих компонентов является основополагающим для становления таланта. Например, высокая работоспособность, мы уже тоже про это говорили, просто необходима, поскольку, вы помните, да, этот закон 10 лет или 10 тысяч часов, когда психологи на практике в своих исследованиях посчитали, что, чтобы добиться каких-то значимых результатов в своей области, нужно целенаправленно работать в этой области от неимения такого времени. По этому поводу Альберт Эйнштейн говорил, я вовсе не так умен, просто я задерживаюсь на решении проблемы дольше. Да, действительно, не всем нам хватает терпения и упорства для достижения каких-то результатов в выбранной области. И вот как раз у нас упорство, уверенность – это следующие составляющие нашей формулы таланта. Без уверенности писатель не возьмется за большой роман, художник – это какое-то серьезное полотно, языкант побоится брать в исполнение виртуозное произведение. Ученый даже не будет пробовать решать какую-то глобальную задачу. Американский математик Джордж Дансинг, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на лекцию и принял написанное на доске уравнение за домашнее задание. Он удивился, оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он все же смог его выполнить. И оказалось, что сам того не подозревая, он решил сразу же две нерешаемые проблемы в статистике. Нерешаемые, конечно, в кавычках, над которыми бились уже многие ученые-мужи. И, скорее всего, если бы он знал, что эти уравнения нерешаемы, то он бы даже не стал за них браться. А вот уверенность, что это обычные домашние задания, помогли ему без особых осложнений справиться с этой задачей. Также и ребенок должен быть уверен, что ему все пасеет, что он обязательно добьется тех целей, которые он себе ставит и ему ставит педагог. С уверенностью, кстати, связан и такой замечательный эффект победителя, который заключается в том, что когда мы достигаем какой-то победы или даже того, что воспринимаем как победу, какую-то, пускай даже маленькую, даже виртуальную, то у нас значительно возрастает вероятность выигрыша и в следующем состязании. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что человек испытывает вот этот прилив уверенности, но он объясняется и физиологически. Дело в том, что вот это вот ощущение победы стимулирует выработку выброса тестостерона, который сам по себе как бы помогает исправиться с напряжением ситуации, увеличивает мотивацию и переносимость риска. И все это очень важно для того, конечно же, чтобы чувствовать себя уверенно. Поэтому вот одна победа обычно тянет за собой череду следующих побед. Именно уверенность помогает правильно воспринимать критику, которая, в общем-то, всегда бывает рядом с талантливым человеком. И очень важно с самого детства, с самого начала ребенка научить эту критику воспринимать правильно. Кстати, вот замечательный подход критики имел Аристотель. Он считал, что критика – это оценка, направленная на то, чтобы помочь нам стать лучше. Ну, подумайте, с таким подходом действительно гораздо легче воспринимать замечания окружающих. И это позволяет, наверное, правильно оценить себя и правильнее даже планировать какие-то свои усилия по самосовершенствованию. И, как бы ни была, важна уверенность, да, не менее важно и упорство. Есть очень много примеров, когда именно это качество как бы решало очень многое. Вот, ну, просто совсем недавно я прочитала, что наш замечательный фокусник, дрессировщик, клоун, дрессировщик кошек Юрий Куклачев 7 раз поступал в цирковое училище. 7 раз. Причем каждый раз достаточно жестко ему отказывали, говорили ему, что в цирке ему ничего не светит. И, в общем-то, он каждый раз находил в себе силы, упорство идти снова. И, в конце концов, он победил. И сегодня мы знаем все этого замечательного клоуна-дрессировщика. Можно привести пример итальянский композитор Джосеппо Верди, который так и не поступил в консерваторию. Но ему упорства хватило на то, чтобы продолжать работу, писать новые-новые произведения и предлагать их театрам. Конечно, несмотря на то, что без консерваторского образования, наверное, ему было сложнее доказать какой-то свой профессионализм. Однако, сегодня оперы этого замечательного композитора, одни из самых популярных, ведут на сценах всех оперных театров. Прежде чем издательство «Думсбери» согласилось напечатать первую часть романа «Гарри Поттера», Джоан Роулинг также получила десятки отказов от других издателей. Наша замечательная гимнастка, многократная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева очень долго не могла пробиться в сборную. Из-за высочайшей конкуренции среди спортсменок она не могла выйти из резерва. И, в общем-то, несмотря на это, она продолжала поддерживать себя в высочайшей форме и дождалась момента, когда, может быть, такой не очень хороший момент, но Алина Кабаева получила травму и Евгению взяли на замену. В тот момент ей было уже почти 18 лет, по меркам художественной гимнастики это очень немало, но вот она смогла остаться, найти в себе силы и поддерживать себя в нужной форме, чтобы в нужный момент показать очень высокую форму, высокий профессионализм и уже после этого она постоянно была в нашей сборной по гимнастике. Действительно, можно какой сделать вывод, что упорство нужно всем. И если это ученый, то ему упорство необходимо для того, чтобы искать новый вариант решения какой-то научной задачи. Спортсменам, чтобы часами отрабатывать удар, прыжок, маневр, музыканты могут неделями репетировать одно и то же произведение, чтобы добиться какого-то особого звучания, настроения, мелодии. Художники, работая над картиной, порой делают десятки набросов и эскизов, еще потом по многу раз переделывают какие-то элементы, стараясь достигнуть нужного цвета и эффекта. Писатели, вот сколько примеров, да, когда многократно переписываются даже большие романы. Не помню, сколько раз Лев Толстой переписывал «Войну и мир», но это было большое количество раз. Сам Брюс Ли как-то так сказал по этому поводу об упорстве. Я не боюсь того, кто изучал 10 тысяч ударов, но я боюсь того, кто изучил один удар 10 тысяч раз. Таким образом, упорство – это то качество, которое необходимо абсолютно везде, ну, развивая любой талант. И упорство плюс уверенность – это, можно сказать, величайшая сила. Это не помогает опускать руки, когда хочется все бросить, когда кажется, что весь мир против. И вот те примеры, которые я привела выше, как раз доказательства тому. Важно, чтобы первый педагог не был излишне авторитарным, потому что в таком случае он может лишить ребенка и уверенности, и самостоятельности мышления. И что в этом смысле очень повезло моему сыну. Наш первый педагог может быть и был не самым сильным профессионалом, зато он был такой исключительно позитивно настроенным, абсолютно уверенным в том, что у Владислава все получится. И мы очень благодарны ему. Те два года, что Владислав у него занимался, он сумел, с одной стороны, привить ему настоящую любовь к этому инструменту, а с другой стороны, как бы, вот эту вот, вселить эту уверенность. Он никогда не говорил, что там у него что-то не получится, если Влад какой-то брал сложное произведение до исполнения. Никогда не пытался в чем-то, как бы, своим опытом, даже если он был неправ в каком-то музыкальном понимании произведения, всегда как бы выслушивал его сначала, только после этого они пытались вместе разобраться. То есть вот такое вот отношение к ребенку, безусловно, дало ему и уверенности в своих силах, и в своих возможностях, и способностях, и умение самому как бы самостоятельно работать. Потому что дальше, вот чем дальше мы занимаемся в музыке, тем больше понимаем, что самостоятельность, самостоятельность, это такое вот умение самостоятельно работать, это один из самых важных элементов. То, что нам кажется, должен делать педагог, те вопросы, которые мы уверены, что должен решать, он чаще всего, как положатся на ключи родителей и ребенка. Поэтому вот эта уверенность и самостоятельность, без них сегодня никуда. И мы вот перешли к этому следующему элементу среды, это семьи, безусловно. Семья это в развитии таланта, это основа основ. Именно от нас, от родителей больше всего зависит, насколько хорош будет тот результат, который мы получим в итоге. И, конечно, одно дело, когда мы говорим о каких-то семейных династиях, когда из поколения в поколение родители музыканты, художники, и таких примеров множество. И ребенка там родителям приходится только немного направлять, а уже все остальное он просто видит в процессе своего роста, взросления. Он постоянно находится в этой очень нужной и правильной среде. И такие имена, как Денис Мацуев, у него отец композитор и пианист, мама преподаватель игры на фортепиано. И все мы знаем такую кинодинастию режиссерско-актерскую, это Бондарчуки, Михалкова, Кончаловский. Представление совершенно не нуждается. Алина Кабаева из спортивной семьи, отец у нее был профессиональный футболист, мама играла за сборную Узбекистана, да, Узбекистана по баскетболу. Наша известная теннисистка Анна Курникова, тоже из спортивной семьи, и отец занимался борьбой, мама тренер по теннису. Конечно, в этом смысле и детям проще, и родителям проще. Но если выбор сделан в пользу развития каких-то талантов и способностей у ребенка, которые на «вы» для родителей, то это просто усложняет задачу, но, конечно же, не делает ее невыполненной. Родителям надо просто сразу же быть готовым, очень глубоко погрузиться в эту сферу, чтобы создать для ребенка вот эту необходимую, ну, практически профессиональную среду для его развития. И это, конечно, требует и много времени, и полной самодачи, и каких-то материальных ресурсов, и, ну, все это, с другой стороны, и очень интересно. Ведь вы, как бы, становитесь компетентны еще в какой-то одной, ну, очень интересной, новой для себя области. Вот надо сказать, что, когда Владислав пошел в музыкальную школу, я была очень далека от музыки, и, наверное, мне было вначале сложно, но очень интересно, и я во все вникла, совсем разобралась. В свое время, в самом начале, я завела, специально завела страницу ВКонтакте, потому что все известные саксофонисты, все группы саксофонистов были именно в этой социальной среде сети. И я благодаря этому была всегда в курсе всех событий, в курсе всех концертов, каких-то мастер-классов, которые мы обязательно посещали, в общем-то практически не пропускали ничего. В результате мы на каких-то консультациях, в этих мастер-классах перезнакомились абсолютно со всеми лучшими педагогами, лучшими музыкантами. В результате, я их всех знаю лично, я могу обращаться к ним за какими-то консультациями, к каким-то еще вопросам. Владислав тогда, ну, ему 10 лет было, конечно бы он еще, ну, стеснялся обращаться к таким педагогам или известным музыкантам. А сейчас, конечно, сейчас, ну, во-первых, он его тоже всех знает, во-вторых, он стал взрослее. И, в общем-то, благодаря вот таким моим усилиям он полностью оказался в этой среде, в таком достаточно узком круге. Но зато это дает ему возможность чувствовать себя, как бы очень уверенно чувствовать себя своим, среди людей, которые имеют такой же любовь и такой же интерес. Поэтому все зависит от желания родителей. Если подойти к этому, вот именно с позиции, ну, желание того, чтобы ребенок получил наилучшее развитие своим способностям, да, желание помочь своему ребенку добиться наибольших успехов, желание просто узнать что-то новое, погрузиться в какую-то новую тему, это очень важно, нужно. И, в общем-то, без этого, наверное, практически никуда. И, наверное, вот с этим же понятием среды очень связано тесно понятие, это понятие, как умение ребенка о себе заявить. То есть, вот, ну, я вам рассказала, как я помогла Владиславу войти в этот круг, да, это тоже такая вот именно возможность заявить о себе. Потому что никто не узнает, вот, насколько прекрасно, замечательно рисует ребенок, насколько он талантливо играет и танцует, если он не будет ходить на какие-то мероприятия, фестивали, конкурсы. И ребенок не сможет неправильно, как бы, оценивать свои возможности, если он не видит, как бы, если он не участвует в каких-то состязаниях с другими ребятами, и не может правильно, ну, как-то, наверное, даже свою индивидуальность понять для себя и обозначить, да, в чем его какое-то особое, может быть, даже преимущество. И это очень важно на всех этапах развития таланта. И на самых взрослых, вот, когда, ну, взять такой пример, что каждый год делается огромное количество каких-то научных открытий, очень важных, серьезных, но ясно, что Нобелевские премии получают единицы. И получают кто? Получают в основном это самые известные ученые, потому что они, как бы, занимались своей популяризацией, популяризацией своих идей. Они постоянно заявляли о себе, печатая какие-то свои работы, ознакомясь со своими какими-то достижениями, открытиями. И точно так же это касается на всех стадиях развития таланта. То есть везде, прежде чем подняться на следующую ступень, прежде чем чего-то добиться, надо обязательно о себе заявить. И для детей сейчас есть множество возможностей в этом плане. Постоянно проводится, ну, помимо конкурсов, очень много проводится всяких мероприятий, фестивалей, каких-то концертов. В частности, вот с 15-го года работает замечательный лагерь в Сочи, который называется «Сириус». Это лагерь круглогодичный, исключительно каждый месяц, с 1-го числа приезжают ребята, талантливые музыканты, спортсмены, танцоры, победители различных математических, физических олимпиад. То есть вот из всех областей собирают талантливых ребят, где они, во-первых, имеют возможность познакомиться друг с другом и, опять же, заявить о себе. Имеют возможность познакомиться с профессионалами своей области, потому что там всегда работают самые лучшие представители тех областей, с которых приезжают ребята. То есть либо это известные музыканты, известные ученые, известные спортсмены. То есть они могут и заявить о себе, и сравнить себя, и получить какие-то новые навыки, новые возможности. И, кстати, еще особенно приятно, что этот лагерь совершенно бесплатный, оплачивается даже дорога. И попасть туда могут ребята совершенно из любых регионов. И это не так сложно, там достаточно заполнить заявку и приложить, ну, либо какие-то записи своих работ, если это музыканты, танцоры, циркачи, либо своих каких-то художественных произведений. В общем-то, в интернете очень легко найти, и это совершенно доступно для всех. И если уже мы заговорили о лагерях, то второй такой тоже очень известный лагерь, это лагерь в Суздале, который организует фонд «Новые имена», которым руководит Денис Мацун. И, конечно, его нельзя сравнить с сочинским ни по размерам, ни по тому, сколько детей они могут принять, потому что у них всего две смены в году летом. Но этот лагерь существует уже более 20 лет, и там ждут и юных художников, и музыкантов, и танцоров, и даже поэтов. И дети там также общаются с выдающимися представителями искусств, и для большинства из них это возможность, опять же, заявить о себе. И многие там заводят какие-то уже такие серьезные профессиональные связи, и потом эти музыканты приглашают их в какие-то свои концерты, если это музыканты, художники как-то работают с юными дарованиями, с юными художниками. То есть обычно это дружба, которая начинается вот именно с этого лагеря. И также по этому поводу хотелось бы сказать о фонде Спивакова-блокотворителем. Это тоже совершенно замечательная программа. Чтобы стать участником программ этого фонда, также достаточно заполнить анкету на сайте и выслать какие-то записи выступлений или фотохудожественных работ. Фонд проводит, во-первых, ежегодный фестиваль «Москва встречает друзей», куда приглашают участников, заполнивших анкеты, прошедших какой-то конкурсный отбор. Но концерты эти проходят на очень такой престижной площадке в Доме музыки в Москве. Также фонд организует поступление своим лучшим участникам практически по всему миру. У них всегда есть, практически всегда можно увидеть у них на сайте сообщения о том, что в какой-то стране сейчас выступают его стипендианты, участники его программ. Также фонд поддерживает тех, у кого есть какие-то финансовые проблемы в плане приобретения хороших музыкальных инструментов, в плане еще какой-то поддержки. Они всегда, каждый год у них есть, назначаются и стипендии, и гранты. То есть фонд, скажем так, очень широко предлагает свои возможности юным, как я уже сказала, музыкантам, художникам и танцорам. Какие еще есть возможности о себе заявить? Ну, наверное, все знают два телевизионных конкурса. Вот Синяя птица, который второй год проходил, и щемкунчик, который проходит уже в течение 16 или уже 17 лет. И хотя там, ну, достаточно такая, скажем, спорная система отбора на этот проект, но, однако же, это тоже возможность заявить о себе, даже если вы не прошли в телевизионный тур, то очень часто эти дети бывают замечены, замечены представителями тех областей, в которых дети развиваются, и предлагают им тоже какую-то свою помощь в развитии или в каком-то, какие-то другие интересные возможности. К тому же, вот когда ребенок постоянно учатывает в каких-то мероприятиях, где-то появляется, то уже срабатывает такой, так называемый, психологический эффект от простого присутствия. То есть, эффект этот заключается в том, что, если мы часто видим где-то, допустим, ну, вот в той среде, которая для нас важна, человека, то мы уже испытываем к нему гораздо больше доверия, чем к тому, кого видим впервые. Поэтому таких детей всегда воспринимают уже вот как своих, как профессионалов, как не случайных здесь участников. Ну, и, конечно, каждый раз, участвуя вот в таких мероприятиях, ребенок начинает себя гораздо увереннее чувствовать и на сцене, и перед жюри, потому что это тоже навык. Уверенное выступление на сцене, никогда не научиться, не выступая, не выходя на суд жюри, не выступая на концертах. И, причем, чем меньше ребенок, чем меньше возраст ребенка, когда он начинает, ну, либо участвовать в спортивных соревнованиях, вот, либо участвовать в каких-то музыкальных, танцевальных конкурсах, тем легче потом идет идет его адаптация. Маленькие дети обычно очень комфортно переносят сцену, и если у них вот такой есть опыт с ранних лет, то потом у них это тоже не вызывает никаких особенных затруднений. И то, что касается среды и вот самопрезентации, здесь еще, наверное, стоит остановиться вот на каком вопросе. Очень важно, чтобы, ну, с одной стороны, важно, чтобы ребенок о себе заявлял, чтобы он показывался на различных форумах, с другой стороны, очень важно, чтобы эта самопрезентация как бы была правильной и соответствовала той области, в которой он развивается. Потому что везде есть какие-то свои такие негласные правила, которые, ну, в общем-то, неуполнение которых вызывает, ну, наверное, у окружающих какой-то некое недоверие или непонимание. Такой известный пример, он может быть взрослый. Я вот вам рассказывала в Инстаграм несколько раз вот про Альфон Сария. Такой совершенно замечательный, очень креативный человек, писатель. он и художник, и музыкант, и все в одном лице. И он тот человек, который первый изобразил черный квадрат, и красный квадрат, и белый квадрат. но в отличие от Казимира Малевича, его никто не помнит, никто не знает, что именно он был первым. Почему так произошло? Потому что Альфон Сарий никогда не заявлял о себе как о художнике или как о музыканте. Его работы это были такой парс, шутка, и название, вот свой черный квадрат он назвал битва негров в черной пещере. А красный квадрат это у него уборка урожая помидоров на берегу Красного моря по лексическим кардиналам. То есть понятно, что он не претендует на звание художника или на какой-то глубокий философский смысл этой картины. Именно так их и восприняли и как любые такие веселые шутки так же быстро и забыли. Он совсем по-другому преподнес это Малевич и в результате до сих пор множество споров о том, что же хотел показать своей картине художник и каждый пытается найти какой-то глубокий философский смысл. поэтому очень важно не просто заявлять о себе показываться но очень важно как бы соответствовать той среде которой вы хотите быть ведущим скажем так и я могу сказать что на собственном примере убедилась в том что это очень важно когда один очень хороший музыкант очень молодой очень талантливый совершенно не воспринимается серьезно из-за своей любви к таким знаете клетчатым пиджакам и таких очень сомнительных фасонов брюках и я сама глядя на него не могу избавиться от этой предвзятости несмотря на то что как бы прекрасно понимаю что музыкант это он прекрасно играет все хорошо но вот несоответствие вот этого внешнего вида тому что он исполняет тому месту где он исполняет даже той публике которая там собирается на его концертах это вот вводит в такой диссонанс который сильно портит впечатление об этом человеке именно как о музыканте хотя повторюсь играет он на самом деле абсолютно замечательно и поэтому очень важно вот это понимать и тоже приучать ребенка как-то с детства понимать что важно вот соответствовать тому в той области в которой он развивается и это не значит что не может быть никакой индивидуальности совсем нет то есть даже в самом строгом костюме всегда можно найти какую-то интересную деталь которая подчеркнет индивидуальность ребенка самое первое что здесь приходит на ум например по этому поводу это такие известные красные носки Владимира Познера то есть они говоря потом что это человек какой-то неординарный но абсолютно не лишает нас ему доверия как к ведущему как к знающему интересному человеку и имидж это наверное надо называть этим словом имиджем это не только одежда это и манера поведения какое-то окружение и сейчас когда абсолютно все находятся в социальных сетях все на виду то наверное тоже ребенку ну уже вот определенного возраста надо обязательно объяснять что вот любой кто будет заходить к нему на страничку это либо его какой-то потенциальный болельщик поклонник или продюсер и поэтому он должен очень тщательно следить за тем что публикует за то что там выкладывает у себя в аккаунте и еще вот заканчивая вот эту тему среда пару слов хотелось бы сказать о том вот о том влиянии среды как общества потому что ну понятно что во-первых страна само местонахождение страны климат определяет развитие каких-то видов спорта например понятно что ни хоккей ни фигурные катания в жарких странах практически отсутствуют и найти возможность там развиваться ребенку будет достаточно сложно все знают что вот американцы это уже просто их традиция очень прохладно относятся к классическому футболу но у них совершенно иная любовь это их американский футбол все мы знаем что в странах традиционно исповедующих ислам иудаизм совершенно не развито художественное искусство потому что запрет изображать людей поэтому там мы видим только какие-то мозаики орнаменты и на этом в общем-то все художественное искусство практически заканчивается в конце концов политическая ситуация меняется в стране и меняются тоже какие-то моменты все помнят наверное что во времена Ельцина большого любителя тенниса начал очень активно развиваться теннис и тогда мы впервые россияне стали добиваться каких-то серьезных результатов в этом виде спорта и это было не просто так просто действительно государство начало активно поддерживать этот спорт имелась власть Владимир Владимирович предпочитает дзюдо и поэтому у нас активно развивается дзюдо и мы сейчас здесь тоже можно сказать впереди планеты всей и всегда практически всегда есть какие-то новые перспективные виды спорта которые определяют для себя государство и очень хорошо знать о них если пока стоит выбор куда же отдать ребенка потому что например сейчас в приоритетных видах спорта стоит керлинг и вот на зимних каникулах можно было наблюдать на Тверском Булгаре такие мини-площадки для керлинга где молодые люди показывали детям особенности этой игры знаком знаком с правилами и если сейчас идти в этот спорт где пока и низкая конкуренция и государство всячески поддерживает этот вид спорта то можно в нем достаточно быстро продвинуться и таким образом как бы тоже знает и понимает эти моменты особенности влияния общества можно тоже правильно так разумно подходить к выбору направления развития таланта ребенка и третья важная составляющая нашей формулы гениальности это правильное мышление и в первую очередь наверное надо поговорить именно о целенаправленности мышления потому что как бы это ребенок должен с детства учиться ставить себе какие-то ближайшие и перспективные цели это во-первых дает осмысленность его занятиям что в свою очередь очень поддерживает мотивацию а с другой стороны как бы достижение этих целей постоянно тоже добавляет какой-то уверенности я это могла тоже очень хорошо наблюдать когда мы с Ладом тоже решили ставить каждый год конкретные цели то результат у нас совершенно результаты ставят совершенно другую как это выглядит вот в реальности в начале года он составляет себе расписание тех конкурсов тех фестивалей где он хотел бы участвовать в некоторых случаях чтобы попасть на какие-то престижные конкурсы надо сначала победить более мелких и это все надо учитывать и расписать и это такая достаточно сложная карта получается тоже кстати у спортсменов и у танцоров и у ребят физиков математиках с олимпиадами тоже всегда есть какое-то расписание всегда есть какие-то отборочные варианты этих конкурсов или олимпиад и в музыкальных спортивных конкурсах истязаниях очень часто есть обязательная программа то есть указано если это музыка указаны конкретные музыкальные произведения которые необходимо исполнять на конкурсе причем чем более престижный это конкурс тем больше там обязательных произведений и значит вот это само понимание как надо какие произведения надо брать в работу в первую очередь это дает вот это вот как раз планирование участия в этих каких-то форумах потом в этих произведениях когда он начинает их разбирать вот вот это составляет свой план работы то он может увидеть что например есть какие-то элементы которые он еще не освоил какие-то пассажи которые он не умеет играть значит опять же он должен либо сначала он смотрит у кого лучше всего у кого известных музыкантов этот пассаж лучше всего исполняется получается советуется с педагогом если как бы что-то не получается значит вот записываемся на консультацию к тому исполнителю который вот наиболее профессионально исполняет эти элементы таким образом вот такая вот предварительная работа такая я бы сказала она и по времени очень немаленькая и по серьезности достаточно большая но она с одной стороны очень четко расставляет все по своим местам что нужно сделать вначале что потом на что особенно обратить внимание и с одной стороны это делает работу абсолютно осмысленной с другой стороны опять же поддерживается мотивация потому что как бы он понимает для чего он сейчас вот в этот момент разучивает это произведение или для чего он вот по стольку времени отрабатывает этот пассаж а самое главное что это дает действительно дает очень хорошие результаты и ну опять же поддерживает эту уверенность потому что когда человек знает что у него все продумано что он ко всему подготовился то естественно он чувствует себя совсем по-другому и надо сказать что конечно очень многие из этих задач должны бы решать педагоги ну по крайней мере вот в музыке то что он перечислил но в реальности дело обстоит совсем по-другому и если это какой-то ну такой скажем достаточно средний педагог то он в этом просто не заинтересован и поэтому он этим не занимается если это педагог музыкант он гастролирующий активный как например у нас да то ему просто нету на этого времени то есть обучение в общем-то сводится в основном к каким-то таким очень четким коротким консультациям да по совершенно конкретным вопросам и поэтому все остальное естественно ложится на самого ребенка ну и на родителей поскольку конечно но особенно в начале когда это надо все ребенку показать объяснить разъяснить то ну в самом начале он сразу же к этому не придет и и родителям детям в этом плане хорошо быть готовыми в том что они должны что все зависит от них то есть ни на кого особой надежды скажем так кроме как на себя нету как бы это ну нравилось нам или не нравилось и также как вот не менее важна как вот такая с одной стороны такая очень серьезная целенаправленность мышления с другой стороны когда мы говорим о каких-то больших талантах да мы всегда должны говорить и о неординарности мышления потому что любой любой талант это прежде всего ну настоящий гений это всегда какое-то новое слово это какое-то новое ступень в каждой области и один из первых наверное о нестандартности мышления важности нестандартного мышления для гений заговорил Лев Тервин за ним американский ученый Джон Рензули который тоже разработал одну из самых популярных сегодня кстати концепции одаренности и вот они выделяли креативность как важнейшую характеристику необходимую для достижения гениальных результатов потому что как я уже сказала но гений отличается от таланта вот именно каким-то своим вот новым словом своим новым особым стилем и мы знаем да что гениальный художник гениальный художник всегда можно узнать по его стилю письма музыканта можно узнать уже по первым звукам кто это играет если это действительно гений и даже у спортсменов у спортсменов тоже лучших спортсменов всегда есть какие-то собственные фишки например у Елены Самбаевой нашей российской прыгуни шестом есть своя тактика прыжков на соревнованиях которые она сама называет секреты Самбаевой она как бы делит прыжки называет их разминочные победные и рекордные и для каждого прыжка у нее есть свой шест который индивидуально отмечен в цвете обмотки и вот первый прыжок разминочный это она совершает с шестом с розовой обмоткой для победного у нее голубой голубая обмотка на шести а вот уже для рекордного шеста она выбрала в голодной цвет но вероятно ей это помогает вот такая вот своя особая тактика свой какой-то особый подход Майей Плесецкой был тоже свой совершенно такой особенный взгляд на музыку она всегда говорила важно танцевать музыку а не под музыку и она как бы в своем танце всегда реагировала на соло музыкального инструмента подчеркивала акценты музыкальные иногда даже просто движением брови или взглядом но в результате получалось такое полное слияние музыки и танца что наверное делало ее одной из выдающихся балерин наверное вообще всех времен лучших поэтов писателей тоже всегда можно узнать практически по первым строкам произведения ученым тем более не обойтись без умения нестандартно взглянуть на задачу кстати обычно мышление маленьких детей еще вот не ограничено вот этими принятыми в обществе шаблонами какими-то стереотипами поэтому родителям ну важно проще сохранить вот это вот нестандартное мышление поддерживая вот эти вот какие-то идеи необычные может быть ребенка ему отмечая ему когда он как-то особенно по-своему что-то выполняет не пытаясь его загнать в какие-то общепринятые рамки и можно сказать что вот это вот креативность мышления конечно всегда очень тесно связана с уверенностью потому что именно уверенность дает возможность ну как бы человеку не постесняться предложить какую-то свою новую совершенно неожиданную для всех идею и здесь наверное таким лучшим примером может служить творчество Страпецова известнейшего композитора который предложил свой совершенно новый взгляд на классическое аргентинское танго за что был очень скажем так подвержен серьезной критике в самой Аргентине совершенно не хотели долгое время его там принимать его музыку и ему даже пришлось уехать из страны и сначала доказывать всему миру что его новая танго вот его этот новый взгляд имеет право на существование его аранжировки на известные латиноамериканские мелодии продают музыке совершенно особое неповторимое звучание и вот только после того как он удостоился крупнейших международных премий после того как его музыка стала исполняться практически на всех инструментах и во всех уголках мира его приняли и на родину и какой здесь можно сделать вывод что надо иметь и смелость и уверенность заявлять какие-то вот свои новые идеи такие вот нестандартные не непривычные для общества потому что новаторство новый взгляд это не то что всегда принимается всеми сразу же это то что иногда приходится значимость чего иногда приходится очень долго доказать но именно это наверное и отличает настоящее мнение ну скажем от роста талантов ну и помимо креативности и цели направленности мышления очень важно чтобы мышление было позитивным и здесь опять же позитивность мышления очень тесно связана с уверенностью чем более позитивно настроен ребенок чем он увереннее представляет себе оценивать сам свои возможности тем в общем-то и будет он больше добиваться и кстати социальная теория таланта которую я вам в этой программе представляю я считаю она сама по себе очень позитивна потому что главный смысл этой теории как раз состоит в том что абсолютно каждый способен достичь в этой жизни успеха каких-то высочайших результатов просто надо идти несмотря ни на что и реальные истории жизни доказывают что что абсолютно ничто как бы не является препятствием на этом пути Марлин Мэтлин это единственная актриса которая глухая получила Оскар за лучшую женскую роль вот такой ее физический недостаток который казалось бы закрывает ну практически все дороги уж тем более в кино она для себя решила что это для нее не препятствие и в результате не только получила Оскар но она также снялась и во многих таких известных сериалах отчаянные домохозяйки части тела меня зовут Эрл их перепутали в роддоме то есть такие совершенно известные телепроекты в общем-то которых и наверное и со слухами всем так просто пробраться другой пример тоже артистический Сильвестр Сталлоне при рождении врачи повредили ему лицевые нервы и это обернулось частичным параличом нижней левой части лица невнятной речью и вот даже казалось бы такие тоже совершенно несовместимые с актерством проблемы но они не помешали ему идти к своей цели сняться в более чем 50 фильмах в том числе Рокки Неудержимый Рэмбол впрочем я думаю все знаете эти фильмы то есть вот понятие позитивности мышления оно как раз заключается в том что не ставить себе никаких преград в своем представлении и если уже решил то идти и все обязательно получится и можно еще сказать что очень близко связано с понятием позитивной психологии позитивного мышления вот теория потока вот этого Михая Чиксен Михаи совершенно непроизносимое имя однако он создал свою очень интересную теорию теорию потока которая заключается в том что человек максимальной продуктивности максимального удовольствия может достигнуть вот именно момент вот этого состояния потока и он проводил множество исследований по этому поводу и выяснил что есть люди которые достаточно часто вот это переживают это состояние потока а есть люди которые и в общем-то которым это состояние неизвестно и в чем здесь загадка и загадка в принципе в том о чем мы уже сегодня с вами и говорим что должна быть четко поставленная сложная но выполнимая задача и гораздо легче попасть в этот поток если задача новая интересная нетривиальная и для того чтобы опять же попасть в этот поток также важен достаточный уровень развития уже способностей для того чтобы эту задачу выполнить и необходима высокая концентрация способность погружаться полностью в эту задачу и тогда возможно получить вот это вот состояние потока которое с одной стороны очень сложно описать потому что оно характеризуется отсутствием эмоций мыслей и обычно после него можно услышать только типа вот это да и такими признаками этого потока состояния потока можно назвать отсутствие каких-то мыслей не относящихся к деятельности полное исчезновение восприятия себя такое искаженное восприятие времени то есть человек не замечает ничего вокруг не замечает как пролетает время не замечает там что там голод холод вокруг него происходит а сама деятельность в этот момент воспринимается как награда вот за работу и наверное вот это состояние потока это и есть то самое вдохновение о котором обычно говорят таланты обычно говорят гении и видаром Пабло Пикассо говорил что вдохновение оно есть но оно приходит только во время работы то есть это не то что надо ждать для того чтобы произвести шедевр это то что приходит во время работы над будущим шедевром ну и наверное в заключении такие небольшие основные выводы талант это есть норма развития личности то есть обычное деятельное состояние и сам талант проявляется именно в преодолении в каком-то самостоятельном действии которое направлено на решение каких-то конкретных задач то есть основа механизма таланта это способность человека в действии талант механизм универсальный работает во всех сферах и не имеет каких-то возрастных пределов и подходит и для маленьких детей и для взрослых и суть его это понимание что при желании можно развить любую способность в любой области если поставить перед собой такую задачу и идти к ней спокойно и уверенно также к выводам нашей программы можно что отнести что успех вот это развитие этого таланта не бывает простым или каким-то дешевым то есть если вы хотите чтобы ваш ребенок добился высоких результатов и должны понимать что за это придется заплатить своим временем своим какой-то вот своей полной самодачей какими-то другими может быть своими возможностями и для того чтобы вам было проще мотивировать ребенка быть самим мотивированным очень хорошо изучать биографии жизни каких-то людей добившихся выдающихся результатов это можно и по фильмам и по книгам потому что понимание того что упорство вот уверенность помогли кому-то добиться успеха очень вдохновляет как раз на то чтобы не сдаваться чтобы идти по намеченному пути потому что ну большинство в первую очередь обращает внимание на достижение вот этих вот великих личностей а вы именно сосредоточьте свое внимание на их упорстве благодаря которому они смогли достичь поставленных целей и обязательно покажите это ребенку обратите на это его внимание то есть не ждите что будет легко и готовьте к трудностям ребенка потому что большинство одна из главных наверное такая причин по которой люди сдаются это неверные ожидания и недаром еще Конфукция говорил если тебе трудно значит ты идешь в правильном направлении очень хорошо если вы сразу же ну если это конечно не совсем маленький там трехлетний ребенок если вы расскажете ребенку о правиле десяти тысяч часов чтобы он с самого начала понимал что путь к успеху это не спринт а марафон и что он должен быть готов что это такой достаточно долгий путь но зато очень интересный очень насыщенный всякими событиями открытиями и достижениями обязательно учитесь правильно относиться к неудачам потому что на пути к успеху они неизбежны без них никуда и вы должны и сами обязательно правильно к ним относиться прежде всего как каким-то важным уроком и научить этому своего ребенка и это поможет ему сохранить упорство и уверенность вот недаром и спортсмен у спортсменов принято обязательно записывать состязания на видео и у музыкантов для чего это делается прежде всего для того чтобы потом просматривая эти записи оценивать что было не так что наоборот получилось над чем стоит поработать и вот если ожидания как бы не оправдались и получен результат не тот на который рассчитывали такие записи помогут как раз вот извлечь полезный урок из этой неудачи казалось бы очень хорошо если рядом с вами будут какие-то единомышленники потому что на самом деле как я уже говорила это такой непростой путь и когда есть с кем обменяться какими-то мнениями поделиться какими-то успехами какими-то удачными решениями это всегда очень здорово и на самом деле вокруг множество родителей которые также скажем так захвачены этой идеей развить своего ребенка в каком-то направлении и они с удовольствием общаются с удовольствием делятся своим опытом и это очень и помогает и поддерживает и также вот дает возможность как бы не растерять свою мотивацию потому что видишь что вот люди также работали и все у них получилось и значит у нас тоже обязательно получится ну несмотря на вот эти все такие предыдущие пункты такие достаточно жесткие что нужно быть готовым к трудностям что все не так легко все равно обязательно сократите ваше напряжение несмотря на все серьезность задач нужно относиться и ни в коем случае не надо драматизировать какие-то неудачи или излишне переоценивать какие-то победы это поможет сохранить во-первых огромное количество энергии во-вторых направить ее в более важное русло ну а самое главное что любой процесс он не должен быть ради процесса он должен быть для удовольствия для того чтобы жизнь была интересной наполненной и смотря на всю серьезность задачи развития таланта ребенка надо относиться к этому наверное как большой захватывающей интересной игре и не надо излишне драматизировать какие-то неудачи и излишне переоценивать какие-то победы это поможет сохранить энергию направить ее в более такое важное и нужное русло всегда надо помнить что да цель это прекрасно достижение но самое главное всегда это сам процесс поэтому стараться получать от самого процесса максимальное удовольствие это действительно все на самом деле это все очень интересно это и наблюдать как ребенок вот который вчера еще совсем ничего не умел а сегодня уже показывает какие-то серьезные результаты и когда ты сам понимаешь во-первых как родитель что в этом и моя скажем так заслуга и когда ты понимаешь что это тоже теперь и твоя новая компетенция то есть надо стараться находить как можно больше таких вот позитивных моментов и тогда это действительно все будет не просто показывать давать хорошие результаты но и давать совершенно замечательный настрой делать нашу жизнь еще более интересной еще более осмысленной еще более яркой и замечательной и на этом наверное у меня все я с удовольствием смотрел бы услышал бы какие-то не услышал бы а увидела бы в чате ваши вопросы если есть пожалуйста пишите что бы вам хотелось еще услышать узнать пока я не вижу никаких вопросов и тогда что делать если ребенок станет сопротивляться и говорит что ему это не интересно и он не хочет идти к цели Марина я немножечко говорила про это в прошлый раз здесь самое главное разобраться в причинах почему ребенок сопротивляется потому что вот как раз как только вы ответите себе на этот вопрос вы будете знать что делать на прошлом вебинаре я подробно говорила какие основные причины отказа ребенка ходить на какие-то занятия и чаще всего они связаны либо с тем что нет какого-то контакта с педагогом и тогда значит просто есть смысл поменять педагога либо это такой момент что ну действительно бывает действительно что есть какое-то вот несовпадение того вида деятельности с характером ребенка то есть действительно для холериков очень сложно заниматься ну например рисованием там где надо подолгу сидеть очень тщательно прорисовывать какие-то мелкие моменты и особенно пока ребенок маленький ну очень сложно будет его вот развивать в этом направлении или как я говорила тоже уже приводила в пример когда ребенок абсолютно не агрессивный мальчик именно в силу воспитания в силу каких-то традиций в семье а его хотят вот ну сделать мужчины и отдают вот в секции различных единоборств и в таком случае ребенок тоже очень себя чувствует некомфортно с другой стороны если ребенок ходит с большим удовольствием это тоже есть повод надо посмотреть почему ему нравится потому что бывает что ребенку нравится просто потому что ну нету никакой нагрузки то есть если ваш ребенок всегда совершенно доволен и не жалуется ни на что это тоже плохо это значит на занятиях есть приятное время препровождения но толку какого-то серьезного развития в таких занятиях тоже не будет любое развитие какое-то поднятие на какую-то определенную ступень все равно требует хоть какого-то преодоления обязательно обязательно нужно так опять звук опять звук меня сейчас не слышно слышно да хорошо Марин я думаю я ответила на ваш вопрос так как вы относитесь к астрологическим карту что я хочу сказать вот я вам рассказывала как-то немножко вскользь что я занималась подпечатком пальцев пыталась понять вот эту взаимосвязь между талантом и особенности вот индивидуальной особенности отпечатков ну то же то же самое можно сказать и про астрологические карты понимаете любой талант можно развить вот если вам спокойнее и приятнее да вот это вот соответствие этим картам это очень хорошо это значит дополнительная мотивация и какое-то спокойствие что вы идете в правильном направлении таких вот примеров если честно я не знаю но я еще раз говорю что я сторонник той идеи что мы можем развить ребенка абсолютно любой талант но почему бы если перед нами столько дорог и они все такие разные почему бы не воспользоваться какими-то подсказками хотя бы в том плане чтобы нам легче было сделать этот выбор я жду еще с удовольствием отвечу еще на какие-то ваши вопросы напомню вам что даже если уже вот по окончании нашей программы вспомните или еще раз обдумав поймете что у вас возникли какие-то вопросы пожалуйста пишите я с удовольствием отвечу мне со мной эта тема очень интересна и мне будет очень интересно узнать как вы решили развивать своих детей вот с Мариной мы еще будем по этому поводу я думаю активно работать поскольку у нас будет коучинговая программа но и от всех остальных я тоже буду с удовольствием и слышать какие-то слушать вопросы и какие-то может быть комментарии по поводу того что получается что не получается что совпадает в общем будет мне будет очень приятно если от вас будет тоже какая-то обратная связь и тогда на сегодня я заканчиваю я постараюсь так если у меня ребенок не особо умеет концентрироваться мне иногда сложно с ним разговаривать это совершенно нормально практически единый я не знаю наверное нет таких детей которые легко умеют концентрироваться самое интересное что на самом деле дети очень хорошо концентрируются когда им интересно вот если ему не интересно то все у него моментально внимание выключается концентрация выключается и он переключается на совершенно другое поэтому почему я всегда говорю что для маленьких детей очень важен особый педагог который умеет заниматься с детьми потому что нужно уметь постоянно поддерживать концентрацию ребенка и для этого есть особые приемы нужно постоянно переключаться чтобы вот эта концентрация не уходила и развивать концентрацию тоже можно есть множество каких-то таких простых упражнений они они зависят от возраста ребенка и к школе конечно хорошо бы чтобы она уже была такая более тренированная самое такое простое упражнение которое могу сразу на ходу посоветовать это так называемое упражнение экскаватор идете куда-то в магазин в школу по дороге пускай ребенок начинает считать шаги если он конечно умеет достаточно хорошо считать обычно дети рано считают вот казалось бы такое простое задание но долго на этом сосредоточиваться чтобы идти и продолжать считать обычно вначале ни дети ни даже взрослые долго не могут и поэтому начиная с такого очень простого упражнения можно начать потихонечку развивать вот эту концентрацию внимания ну а при разговоре если вы хотите чтобы все-таки ребенок вас услышал то вам обязательно надо вот чем-то его заинтересовать то есть никакие нотации какие-то там такие душесчипательные спасительные разговоры ребенок не сможет концентрироваться долго как бы вы не хотели причем чем больше вы будете пытаться это практиковать тем быстрее он будет от этого отключаться и знаете там со временем у него вообще будет такая стойкая реакция как только мама что-то начинает говорить сразу же сознание отключается спасибо большое за участие я думаю что Марина не ответила на ваши вопросы если что еще отвечу для вас при общении уже непосредственно и большое спасибо большое спасибо за участие в программе были технические сложности приношу за них извинения но я думаю в конце концов у нас с вами все получилось и я надеюсь что вы и все и ваши детки будут замечательно развиваться и через несколько через некоторое время вы сообщите мне об их каких-то таких замечательных интересных достижениях по крайней мере я от души вам этого желаю всего доброго до свидания